ребята здравствуйте алексей горельков с вами и возможно это уже постоянная рубрика которая называется рейтинг из-за бугра я уже анонсировал то что будет в этом выпуске это тушенка из белару из республики беларусь да я был в минске и ребята накидали я делал пост вконтакте где спрашивал посоветуйте какую тушеночку взять чтобы не обломаться я взял пять представителей именно вот этой вот тушенки потому что ходят легенды когда я делали помощь мы с тобой делаем к тушенку заходишь такой в комментарии все пишут и лег но ты просто попробуй нашу из вот прям вот республики беларусь вот у нас она очень вкусная вы знаете я думаю что мы сегодня проверим разумеется без обид как сегодня будет все это сделано я думаю что было бы интересно все-таки это сделать в закрытую но посмотреть полностью то есть берется тарелка соответственно наташ ты сегодня все вываливаешь вместе с жиром мы посмотрим как это все выглядит но это не все также я взял одну нашу тушенку которую мы не тестировали просто очень интересно называется на русский изыск говядина тушеная и т.д.т.п. давайте пройдемся по сегодняшним нашим конкурсантам скажем так кстати говоря если что следующий выпуск если все нормально у меня из китая есть 5 острейших соусов просто но это там просто даже люто это все выглядит это не соусы в нашем понимании это реально стеклянные баночки я не знаю она будет льдом наверно обкладываться молоком но попробовать наверное стоит и кстати говоря не так давно ролик набрал какой-то сколько-то 10000 лайков где сказал что если наберется 10000 лайков мой язык мой враг мой я сажеру чили перец так вот я думаю что мы сделаем таким образом что следующий выпуск который будет острые перцы я просто в начале выпуска начну есть и буду продолжать его есть течение всего выпуска ну правда у меня будет конечно очень бомбить но мы сделаем на улицу что там будет нами скорее всего по прохладнее балабольству бой как говорится давайте сегодня расскажу что я нашел первая тушенка называется у нас о м к к к к к к к к так любительская до договян говядина 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 любительская что это такое у нас имеется в виду это оршанский мясо консервный комбинат по стоимости я буду говорить уже в переводе на наши рубли чтобы вы понимали потому что ну наверное большинство смотрят меня из россии давайте в принципе могу сказать и сколько в белорусских рублях мне она обошлась 525 грамм 205 рублей это приблизительно стоит что не за какой сейчас курс 690 она обошлась мне в минске не знаю писали что она неплохая дальше поехали дачная вот такая вот к стигаря очень хотел найти от батьки все это типа говорили надо найти от батьки это самая плохая горебят я только в кайф плохого потестировать не нашел говорят что и делают специально для москвы девочкам там просто подруга есть она как лёша это делают специально для москвы короче у нас это не продают я беру окей окей понятно если говоря покупалось все в одном магазине рублевский называется я думаю что большинство тех кто смотрит из минска я знаю что такие люди есть знают такой магазин дачная тушеная говядина она обошлась мне в 92 рубля и по белорусским рублям это 308 а следующая идет growth food но кстати говоря прикол по поводу этого growth food а я его увидел очень многие писали что надо попробовать он вкусен это хорошая тушенка очень качественная все писали и мы сегодня с тобой идем по ленте и такие фигак тот же самый growth food то есть у нас он тоже продается он стоит у нас а если он обошелся мне в 162 рубля 540 у нас он полностью не но это там то тоже продают ты команды чего начинаешь по моему у нас что-то в районе 200 рублей стоит а мы же не проходили там по скидке она была 180 рублей но я рискну предположить что скидка рублей 20-30 а я обратил внимание потому что я обращаю внимание на такие мелочи следующие кличет заведу 97 5 процентов но не знаю посмотрим мне кажется что вот это должна быть очень зачетная ой все сказался по все сказал 162 рубля а дальше идет тушенка вкусная очень такое вот прям молодцы да как назвать тушенку давай не вкусно не не вкусная как нити да вкусно ну как-то странно блин к называть вкусно это некрасиво вдруг мне не понравится она будет невкусно на кетчуп и ханец тоже написано что он вкусный но чет как то я пока не на ну правда ну слово вкусно это не должно быть в названии фирмы а по поводу этой тушенки очень многие прислали фотку и и там за лайкали и типа лёш вот и и бери это просто маст хэв не очень такая примечательная упаковочка такая знаете я бы сказал привет из советского союза ты же помнишь советский союз ну да естественно как это так так ведь выглядели эти все тела не помню хотят начинает дасят вся напомню все она выглядела так единственное что неудобно здесь нет открывашкой а у этих двух удачного и grow food они присутствуют здесь у м как а тоже м как а тоже их нет дальше у нас идет канонада канонада как когда да да 325 грамм 100 господи наташ ну чё такое 142 или 112 рублей 142 рубля за 325 грамм и 475 обошлась она мне в минске неплохая упаковка у нас опять же ничего из этого кроме grow food нет ну вот мы сегодня проходили с тобой реально убедились в этом что ну не завозят к нам этот хотелось бы от батьки кэш потом такая стильная черная упаковка я вставлю здесь напишите просто можно ли ее купить питере мне очень интересно ли только в москве что-то почему все хают и типа мне кажется да от батьки такое знаешь громкое название вот ну не будем в политоту уходить дальше что у нас русский изыск мне кажется что мы его не тестировали мы все так прошлись и на памяти не всплыла высший сорт делается у нас в россии стопроцентное качество ну гост естественно написано вы же понимаете если не пишут гост это значит ну все это просто зашкварная история что сейчас будет происходить я ухожу соответственно натаха еще наташенька раскладывает все по тарелкам все полностью достает чтобы мы поняли как должна как она вы просто маленький кусочек и потом прогреем маленький кусок чтобы можно было его съесть и уже проверим все на вкусовые качества что вот так вот так да да ты же качок как думаешь белорусская тушенка тушенка из беларуси из республики беларусь тушенка как мне почему-то кажется так у меня вы знаете у меня тоже почему такое отношение к республике беларусь что там очень парится по поводу качества вообще я очень люблю там бывать блин у вас очень крутые рестораны особенно васильки есть такой такой типа бар ресторан очень вкусно готовят не знаю я очень душевно отношусь к этому городу к этой стране к сожалению пока то был только в минске я ухожу насколько этом наболтал тоже минут на 10 не надо да и кстати говоря вот такие выпуски они будут очень длинные поэтому я уж не знаю если не нравится не смотрите ну что же начинаем детальный обзор экземпляр номер один что хочется сказать желе вот такое количество его не очень много жира очень мало такой большой ком мясо я думаю что мы его сейчас с вами резанем чтобы понимать от прикидем открываем а там просто один жир ну очень неплохо очень неплохой кусок мне он нравится опять же что-то у нас было высший сорт что-то нет мы не зациклились на теме того что там вы что бывает и низший сорт хорошие как оказалось визуально пока мне очень нравится согласна со мной а даже если ты не было самой не согласна я бы все равно достал над своем не что тяжелая наташ не включай тут пожалуйста и так экземпляр номер два что мы видим мы видим обильное количество бульона уж не знаю хорошо это или плохо ну наверное это в принципе нормально потому что жира здесь как увидеть ты все выгребала правильно вот жира вот такое количество мясо здесь господа видно вы посмотрите какое оно оно волокне оттомлено ну естественно разумеется вот этот я принципиально разрежем подожди смотри суши ну вот это прям вообще красота она прям сочная даже я даже ничего не ничего похоже вы не видел подожди давай это тоже правда бомбанем ты посмотри ты посмотри ты посмотри а вот это пока просто обалденно здесь все-таки в экземпляре номер один был жирок внутри а это прям чистый кусок видишь там вкрапления такие как по перемолотого мяса и чистого да конкретные хорошие куски мяса экземпляр номер три здесь видна лаврушка кстати на мое удивление в предыдущих двух экземпляров ее не было нет ты не прав посмотри первый экземпляр вниз этой стороны и весь вижу вижу здесь есть а и здесь тоже есть здесь кусочки есть ладно все извините что-то меня понесло жира здесь чуть побольше но не критично не из серии типа один жир бульона очень мало а вот такой вот кусок мяса что там происходит я просто не вижу что там посмотрите господа вот внутри этого куска да это именно жировой ну такой жировики не за называется но это вот есть не очень вкусно вот я лично такое вообще не люблю и экземпляр номер два пока вообще красавчики непонятно что это но это неплохо мы видели гораздо хуже чем например до 33 удовольствие не считая экземпляр номер 4 господа это каша это каша цвет ужасный никакой фактуры тут даже речи нет лишь было целиком вот она вываливалась вот такими кусочками это хочет что она подожди а мне такое ощущение что ножка у нас перловка из какой-то уже с каши какой-то кусок полноценный при этом всем да вот это вот смотрите это мягкое что-то вот один кусок у нас есть перемешанные с жиром кстати и место вроде не самое это и поганая жира например здесь нету слушай это хочу сделать рецепт показать ребятам с мраморной чисто для себя мы обязательно летом сделаем что мы пока можем сказать по поводу экземпляра 4 но не фонтан откровенно говоря один кусок мяса остальное это просто непонятная субстанция внешне да не стоит у меня на такое хотя в кулинар на кулинарном канале такие вещи быть как минимум некрасиво экземпляр номер 5 вот это господа совсем печалька прям вообще как сказал бы сократик это полная печаль жир внизу перемолота все так что у нас по куску мяса но не общение фонтан хорошо давайте здесь на то же самое лишь крапление жира внутри она очень 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 жирная и она слышно то что его так доставала до или ты выковыривал как получилось так что вот в такую почему-то первый например второй экземпляр ясно где банки я просто так вилкой по кругу провела и они выпали до как грязиным куском а это пришлось она прям вывалилась такими кусками потому что там вместе жиром перемешана поэтому она цельным куском не вот это вообще беда я еле вытащила экземпляр номер шесть это у нас на такой основной тарелке потому что у нас да у нас мы не надо кливы докупить друг какие-то такие вот интересные сравнения делать что можно сказать по поводу экземпляра вот этого цвет вот ну прям вот но не очень подожди вот жир вот у нас идет жир да она разными кусками кусками отдельными подожди давай-ка мы резанем и посмотрим что у нас за миску а миску здесь кстати говоря не самая поганая скажу я тебе ну нам где например экземпляр номер пять он был хуже вот не надо мне рассказывать сейчас но что же самое время все попробовать вот в каждой мисочке каждая 10 единичка здесь и не что просто прогреть микроволновки это было просто прожаривать на сковородке или делать какое-то из этого блюда нам важен именно факта мясо правильно а давайте попробуем номер один кстати по запахам все более менее неплохо пахнут нет отвратительного какого-то запаха который я сказал не ну вообще ни о чем а что же экземпляр номер один давайте попробуем номер один экземпляр очень неплохой я бы сказал что мне понравилось во первых очень круто подобраны специи то есть и соль и перец и лаврушка и нет такого ощущения что мясо было типа не очень да и мы добавили дохренища соли нет отличный экземпляр это вкусно не предел фантазии скажу так поэтому пока я естественно ставлю на первое место потому что мы пока еще ничего не проверили другого вопросов нет единственное попадаются хрящики вот это вот такой минус и наташа пробовала то же самое да то есть это означает что это принципе они во всем куске это было видно но я думаю что на крупной съемке экземпляр номер два вот пока могу сказать что мне нравится все здесь даже визуально потому что мясо выглядит действительно реально хорошим вкусным мясом это именно говядина давайте попробуем потому что выглядит выглядит как говорится знаешь бывает это конечно я уже сто раз говорю чтобы был как и в людях все господа могу сказать честно что у меня всегда в приоритете тушенки есть такая компания называется она совок она у них бывает плохие партии к сожалению мы в россии живем и у нас вот мы не могут делать реально вот сто процентов закачивать но совок сколько мне раз не попадался один пол два раза было не очень остальное это было вкусно к чему я все это веду экземпляр номер два это самая вкусная тушенка которую я ел наташ это чертовски сочно ты даже не такой чувство что ты не тушенку ешь ты что-то такое воздушное что-то очень-очень круто по соли очень круто по перцу ощущение складывается что перец взят не один на какой-то даже душистый потому что вот именно доработанная донь до нельзя просто по поводу бульона им простительно я считаю что этот бульон тоже вкусный и задействовать он например в макарохах по-флотски если ты делаешь хотя хрена нет картошечка 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 по в походе экземпляр номер два вообще лучшее что я ел пока в принципе я не знаю что это я не думал что вообще можно делать так тушенку сравнимо нам только с домашней приготовленной да ну я пока тебе говорю о том что ты начинаешь то нормально же общались номер три что же давайте мне очень нравится что запах везде одинаковый он неплохой то есть нет такого ощущения что вот какой-то голяк да даже вот это вот куча вот этот мало да вот ну казалось бы выглядит такой ну знаешь ну мягко говоря антисанитарно ну ладно давайте попробуем номер три экземпляр номер три значит так во первых в куске мяса и мне и наташи попалась реально кость небольшая но косточка дело в том что это не самое лучшее что я видел на белом свете господа с чем сравнить это это не очень вкусно с чем это можно сравнить есть такие темы big lunch и либо вот что-то такое знаете где тип мяса есть вот такие там пакетики как в фольге это один в один вкус очень такой сладковатый не знаю почему он сладковатый но он реально сладкий перца не чувствую вообще соли за счет того что сахар сказать давай я не знаю почему добавлен сюда сахар в принципе ну и ну не маскируют же какой-то вкус ну соли уж тогда надо было запихать все побольше экземпляр номер три мне не по нраву я ставлю пока естественно третье место но вообще нет я бы такой не хотел такой ним не макароны по-флотски не картошка ничего хоть и с виду выглядело более менее перейдем к экземпляру номер четыре по запаху опять же нареканий никаких нет мне кажется должно быть вкусно давайте попробуем а что касается номера четыре мы пришли к такому мнению что это лучше чем номер три но не лучше чем например даже номер один что не так хотелось бы сказать да вы знаете общее впечатление во первых какая то есть небольшая специя непонятная мне я не понимаю что такое поздно опять же на послевкусие мясо неплохое но не фонтан я гораздо вкуснее даже со совок ну совок оба топчик в принципе у меня пока это здесь и у меня очень большие вопросы по поводу количества мяса то есть получается это один кусок остальное вот это вот да это не мясо это просто перемолотый жир с чем-то с чем-то таким знаете блин это даже не мясо я не понимаю чуть такое вообще ну вот вот еще кусочек мяса но она как-то вот выглядит и зажухла как-то не фонтан но немного как бы это есть можно то есть я бы не стал там типа бы и что то я не буду это есть это шпротас от алифе гадишь протас это нормальная тема давайте дальше пойдем двигаться будем мы не добавки наггетсы господи боже моих не продают уже я видел инфо сотка так запаха нормально все что по вкусу пятый экземпляр вообще то просто фарш ребят прикиньте короче это кусок мяса да ты надавливаешь он просто он не на волокна падает как например во втором варианте он просто реально пюре превращается но нет я с тобой не соглашусь я все-таки считаю что это хуже чем вот это хотя по идее мы сошлись мнениями о том что вот это должно находиться до что он должно находиться на одной ступени ну блин я не понимаю сладость в тушенке чуть за бред вообще нет для меня это больше зашквар нежели чем фарша образный фарша образная тушенка но это вообще тоже я бы не стал такой покупать так я целую тарелку прям захотел шестая которая у нас без номера такая вот миссанька и доставать а почему сигаретами пахнет из-за этого я нюхаю тарелку но пахнет у меня вилка наташ классно наташа просто смолит тут просто вовсе ладно хорошо ну ладно ты права потому что жира столько от этого фарша ой какой какие мы стоят с тобой это же вообще ужас давайте шестой экземпляр пробовать мне он нравится внешне как бы вот так не очень но кусок мяса очень хорошо прогрелся выглядит неплохо последний претендент номер шесть господа вы когда-нибудь ели беломор если нет если да вернее то это вот это вот это пересолено это отдает натахи сеном нет я никогда как бы беломор не курил и никогда не ел его я тоже не ел беломорда я могу себе вот мне да каким-то табаком ну серьезным до бреда муж как корова там потихоньку бегала за угол там смолила а лошадей убивает сигарет одна затяжка на коровы не распространяется это фигня да окей нет это дно это это тушеночное дно хуже этого по моему даже у нас не ну что-то было наверно бывает фу и вот это послевкусие вот это я выплюнул честно скажу но надо наверное об этом сказать потому что это невозможно жевать и мне непонятно почему отдает вот какими-то табачными темами филипп мориш что делать я не знаю окей значит расстановка сил у нас такая 2 1 4 5 3 и 6 вот как об а ноте же немножко измеря обычно два у нас хотя нет три бывает тоже первые три нормально вот это по сравнению с этим тоже нормально то есть ну вот это прямо вообще мимо мимо сто процентов я ухожу на так расставляй естественно что не обосрались не хочется вроде как тут так как-то неудобно может не надо было брать наших производителей и мужчина и очень волнительный момент скажу я вам потому что это не тестировать китайскую лапшу это что-то нечто близкое это наши соседи скажем так так на что можно смотреть омак омаг 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 мне кажется будут называть а господа один очень важный момент я забыл о нем сказать самого начала я очень был удивлен потому что у некоторых тушенок которые присутствуют здесь стоит определенные температурные режимы хранения например от 0 до 2 и я очень удивился потому что в минске вся тушенка и все консервы вообще они все стоят в холодильнике у нас такого нет у нас все стоят на обычных полках мы с денисом очень долго спорили на что он мне сказал что это маркетинговый ход типа что они лучше я не думаю что это связано с этим я теперь тебе объясняю почему она жидкая потому что она не стояла в холодильнике но это конечно мы русскому изыску подлезали так вообще да 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 все правильно все правильно ты говоришь господа но у меня как бы новые любимые тушенка теперь это не совок даже красавцы блин даже как-то неудобно получилось хорошо дальше grow food но неплохо и честно говоря очень я бы группу тоже взял бы ну по цене так подожди очень важный момент сколько стоил изыск изыск у нас обошелся в 173 рубля а grow food 162 разница не очень большая и по и и по громовкам одно и то же но изыск ребят я отвечаю такое ощущение что это короче офигеннейший кусок говядины взят и просто шикарно сделан сделан с чувством с расстановкой со специями совсем ну лишь бы только они не обосрались знаешь как поможет там это дтп фирмы красавцы вот отвечают мы не видели с тобой кстати говоря и и мы брали те тушенки мы помню не было ее канина от них было мы еще грибки давай к ним да и канина а я к ним не мы не пробовал к ним ни разу growth food законное второе место молодцы что дальше неплохо тоже неплохо тоже и в комментариях все писали что берут и при том что вкусная тушенка действительно она не такая вкусная как эти но она неплохая она обошлась 93 рубля это очень хороший ценник по соотношению цены и качества это топ это первое даже изыск не бомбанет я был тоже наташ ты знаешь вот это наверное вот выёживаться ехать в походы вот я даже вот такого лучше взял я имею ввиду что ценник в 93 рубля меня больше нравится нежели чем 173 и это можно есть это круто можно сделать на костре с картошкой с макарохами экземпляр номер так это что у нас 1 2 3 4 4 место ага тушенка дачная ну слушай а вот это вот канонада она же нифига не дешевая 142 рубля за 325 грамм мне она вообще не понравилось просто вообще нет вот это еще да нет вот вот короче как обычно вот все как обычно первые три хорошие фирмы если вдруг вы любите тушенку обязательно попробуйте grow food вот эту я не знаю можно ли купить у нас почему-то я не видел я думаю что не обращаем а мы с тобой обращаем внимание ну и что и вы вот тут такой вот такой премиум какой-то ты знаешь тушеночный на молодцы что мы сегодня выяснили что у всех бывают провалы и у наших и у республики беларусь тоже не все идеально мне почему-то казалось что действительно там все должно быть хорошо хотя мне последние комментарии были типы серилёх вот ты очень ошибаешься у нас не все так хорошо по еде как ты думаешь но выводы сделаны как говорится ребята как всегда если нравится тематика вот такого вот рейтинга из-за бугра следующее это будет соус и потом я хочу замутить из америки что-то 5 одинаковых а потом мне очень хотелось бы как-то с кем-то переписаться с украины попросить что-то прислать от них потому что тоже очень любопытно может быть казахстану вот казахстанский как казахский как правило сейчас скажу же потом заплюют из казахстана хотелось бы что-то тоже потому что говорят что у них тоже все очень хорошо с вами был алексей грильков подписка на основной канал на лайв канал ссылка на группу вконтакте где до до вкусных встреч пока ребята